всем ребят привет с вами седой копатель и вот этот вот кенгуха начинаю пока один сегодня погода пасмурная ехал был дождь ветрено иногда в камеру будет сдувать жду камрада которым мы познакомились на прошлом копе на прошлой неделе как вы видели за моей спиной южные склоны поля все сошли сейчас проезжал а лиса на северных склонах еще там в лесу принципе сугробы но проплешины уже появляются так что любители покопать в лесах в полях южные склоны открылись можете смело отправляться сегодня 25 число 5 25 марта сегодня я пройдусь вот по этим вот склонам с моей спиной там раньше были находки последний раз когда я был мои приборы предыдущие там уже ничего не цепляли сегодня я буду копать с моим любимцем с недавних пор это у нас эквенокс 800 с настройками поработал выбрал самые оптимальные для меня режимы и на сегодня я с ними похожу камрад приедет у него тоже к венокс так что сегодня будут в бою эквеноксы мое мнение об этом приборе вы еще неоднократно услышите и в этом видео я тоже свое мнение выскажу что понравилось что нет какие нюансы в общем смотрим кто ходит с квиноксами кто хочет приобрести смотрите внимательно и слушайте внимательно а самое главное увидите какие находки он находит на абсолютно в убитом месте эта деревня выбита полностью верховые суда уже верховики не ездит даже шурфы здесь все заложены все подряд здесь взорваны дома шурфил здесь один пацан местный вот но шурфит он очень странно после него обязательно отшурфить потому что в чем странность заключается он до находит эпицентр дома фундамента начинает шурфить но шурфит всего-навсего на штык лопаты большую площадь и все засыпает в центр чтобы продолжить этот шурф и нужно как бы знаете использовать щуп там где шурфил он нужно щупом пройтись и посмотреть возможно здесь я в этом сезоне на досуге когда будут приезжать сюда в гости здесь у меня родственники вот может быть я продолжу шурфы его и посмотрю на результаты что будет вот ну а так сейчас пожелайте мне удачи 25 марта многие сидят ждут дома у кого-то там снег по яйкам мне пишут в комментариях вот ну а мы самаре уже копаем так что ладно погнали не будем тянуть кота за фаберже и будем искать то что не могут найти другие смотрим ребят видите довольную рожу не поверите вон машина стоит вот шурфы заложены я копнул два раза первая находка которую я выкопал это пуговка но ничего нет ни орлянка ничего но рядом ямка смотрите вот здесь вот пуговка и здесь чистый сигнал я такого сигнала еще не видел но хочу правда и смотрите смотрите какой чистый сигнал и ямка глубокая и я в шоке смотрите четко опал твою дивизию это судя по всему размер пятака шайба здесь хоженых все перебито шурфы заложены второй копок второй сигнал и такая здоровая медная монета сейчас я почищу если что-то интересное я вам обязательно покажу ёст твою 9 коп идет всего на все пять минут всего на всего два капка сделал охренеть ладно продолжаем ребята радость была моя недолгой к сожалению с одной стороны монета затерта это видно что николай 1 судя по размеру это три копейки серебром здесь к сожалению монета убитая это просто медный какао но все-таки радость была болен серьезно серьезная ладно продолжаем продолжаем и так ребята я спустился мне пришлось уехать потому что там стадо баранов вот у меня сигнал пацаны там еще приехали и вот знаете мусорно здесь в принципе но вот сигнальчик я думаю что уйди я думаю что здесь вот должна быть монета я надеюсь монета какая-то лубу да блин ладно не получилось в онлайне будем искать да давно ребят я не снимал наверно уже час вон там камрад идет с сыном вот узнал меня подошел поздоровался они вообще оттуда блин приехали там такой брод переезжали мои два двое туда ушли вон они видите шатаются и узнать вот на этой глубине выпал кругляшок камлена моё и вот смотрите тадам красотулька уйди это у нас тысяча восемьсот двадцать восьмой год две копейки какой я молодец рукожопая смотрите как по нему звезданул лопатой ну ладно короче царь зачет пойдет жалко я конечно звезданул по нему но ничего продолжаем можно изгурить от радости сегодня камрадов увидел вообще много но об этом чуть позже ребят у меня сегодня была попытка снять юлайн но сейчас вот здесь вот под лопатой что-то звенит 35 и 35 это хорошо надеюсь очередная монета повторюсь мушку он там откопал так поймал вот на вот она а это снова двушка и по-моему ой какая хорошая зачетная вообще класс 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 сигнал 35 тот похуже вот такая от монетка 2 пойдет для кингу пойдет сигаретку видите даже не успел вот говорю закурю и вот даже половины не скурил сигнал выкопал все идем дальше дорогой подписчик в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала если вам нравятся мои видео и не хотите чтобы я покидал youtube от вас нужна материальная поддержка 50 рублей для вас ничего а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками прямую любую поддержку номер карты под видео выписать заранее спасибо и так ребят закончился сегодняшний день скопали мы как бы с обеда и вот солнышко уже у нас подходит за реку горизонта сегодня очень много было материала которым можно было отснять потому что много знакомых и незнакомых камрадов встретил вот было бы интересно с ними пообщаться в прямом эфире вот серёга приезжал откопал двушку я не снимал именно низкопрофильную помните как на прошлом видео вот он сегодня тоже такую же 62 года откопал встретили камрадов в количестве сколько их там 6 штук а сто раз два три 4 4 человека до 4 человека в одну него запихали в общем они только одну советскую монету дернули и на этом все я говорю поехали чем-то еще покупаем нет дела вот и сегодня как бы заканчиваю видеосюжет непосредственно вот пацаны тоже один из них мой подписчик вот связывались и в общем встретились ну и один камрад который уже как бы завершил карьеру к водоискателей который уже ну знаете продал все и к в общем ему уже это не интересно у него был самый интересный момент когда он хотел именно пощупать царские монеты это он мне так объяснять вот ну и как оказывается в этой деревне он тоже изначально как и я в свое время накопал здесь большое количество монет вот это у нас так там вот александр мой подписчик постоянно и вот еще человек как тебя как азиз азиз я вот я вот забуду стопудово вот но я надеюсь это с азизом правильно азиз русский сармат скиф в общем у саньки 0 до сань чё там те пугал из и все на покажи пугу но мало ли чё весь день копал и только пуговица да пуговка просто так лысо кто не знает это тоже ребята военная пуговица как российской империи у нас ушла в небе тье вот военные стали носить лысые пуговицы вот и все да это не считая и вот колесо всякого вы будете а также такой бронзенка такая кассет так что-то железо не выкинул с собой домой поносил поносил понятно да в общем это мешал из из-за азиз блин забуду стопудов азиз вот рассказал очень много различных и интересных вещей вот может быть мне надо будет как-нибудь свое время запиливать видосы общение с камрадами вот я думаю будет у многих интересно послушать всякие истории потому что камрады откапывают очень интересные находки вот например серёга тоже весь день ходил копала ничего не сигналов а потом хлопаю вытащил золотую 7 с половиной рубля представляете вот и очень много таких интересных ну погнали посмотрим что у меня сегодня не особо интересно чего-то вот несколько монет но все же продолжение открытия сезона я считаю полностью уже можно подтвердить итог открыли тогда у меня получилось сколько пять монет и сегодня у меня получилось 4 монеты в общем открытие есть значит сезон у нас будет продолжаться сейчас я вам покажу что отыскал и с пацанами тронемся домой кстати пацаны клещи уже появились 25 марта я сегодня снял себя клеща вот я думал они как бы попозже начинаются а клещи все ребят уже уже пошли защищаемся от клещей от этих кровососов кстати кровь пьют непосредственно женский пол всю жизнь до кровь пьют ладно по находкам коротко ребят по традиции на капоте то должно быть ночью ты в лому не доставать все это лабуды я поднял предостаточно весь цветной металл который как бы тяжелый из интересного хочу отметить вот такие две александра первого 1828 1820 вот потом печальный вот такая вот монета 3 копейки серебром царь конина не снимал в общем 4 такая вот предмет конской утре же интересный ты советская пятнашка тоже и не снимал по моим питер 5 3 4 пуговку тоже не снимал обычно от кафтана ну как был так вот ребят как бы так вот все у меня получилось сезон что открытый кстати сегодня очень много друзей подписчиков встретил здесь приезжали пообщались здесь вот проблема была речка развивалась и вы как а чаш гнетущая обстановка гнетущая особо не есть в общем отсюда бобры ребята переехали они теперь сейчас плотина строит непосредственно в буяне я вам сегодня не снимал что а раньше здесь бобры у нас тусовали видно не сплавились по речке вниз туда буяне там грызут деревья да вот так вот серёга туда перебирался там копали не значит копали не заснял ладно вот на этой ноте наверно и закончу закончу всем пока отчет сделал